всем добрый день сегодня 16 выпуск школы маляров и в этом выпуске мы начнем говорить о грунтах в прошлых выпусках мы закончили тему про штукатурки оценили поверхности согласно своду правил новому 2017 года разобрали к 1 к 4 применительно производства штукатурных работ малярных работ с применением гипсовой штукатурки и прежде чем переходить дальнейшим темам типа работа с гипсокартоном базовые понятия для маляров работа со шпаклевками готовыми сухими гипсовыми цементами я думаю что нужно разобраться с такой темой как грунты их назначение применение когда нужны какие грунты ну скажем так разобраться с грунтами мифами и реальностью которые есть на этом рынке в принципе первый выпуск по грунтам я так и назову грунты мифы и реальность выпусков будет скорее всего не меньше двух и в этом выпуске мы начнем с того что разберем те скажем так представления те сложившиеся какие-то стереотипы может быть суждения которые в данный момент уже есть на рынке о грунтах и я выписал здесь семь наименований я выписал здесь семь скажем так базовых представления о грунтах тех скажем устоявшихся представлений с которыми я чаще всего я чаще всего сталкиваюсь процессе работы если у вас есть какие-то дополнения вопросы и прочее вы можете писать в комментариях к этому видео и в следующих выпусках или в разделе ответа на вопросы мы это все будем разбирать давайте я озвучу первый тезис первый тезис звучит как все грунты одинаковы это самый наверное распространенный на рынке тезис его произносят все его произносят производители работы произносят закачки его произносят продавцы материала и примерно говорят следующее что да ладно все там разливается с одной бочки поэтому не заморачивайся бери вот то что есть почему он получил широкое распространение потому что большинство грунтов берется в принципе под производство уже непосредственно малярных окрасочных работ и мы к этому подойдем позже но там действительно скажем роль производителя она играет не такую большую роль но все-таки играет поэтому вот такой вот тезис все грунты одинаковые этот тезис мы разберем чуть позже и мы посмотрим на свойства полимеров и по как бы ну сами сделаем выводы да о том что действительно линии все одинаковые какие бывают сходства различия между полимерами и так далее и тому подобное поэтому этот тезис разберем на примерах следующий тезис второй он звучит как они нужны только для обеспыливания и поскольку они нужны только для обеспыливания то следом как бы эта тема развивается таким образом что обеспылить можно тряпкой обеспылить можно водой смочив поверхность то есть как бы грунты позволяют избавиться от пыли от пыли мы можем избавиться 10 разными способами условно да вот смачивания до того что мы пропылесосим поверхность или и обдуем тезис про то что грунты обеспыливают верный но тезис про то что как бы поворот этот тезис в ту сторону, что они нужны только для этого, он в корне неверный. Я сразу об этом говорю, и мы это дальше тоже на примерах разберем. Когда мы говорим о том, что тезис про только обеспыливание верный, он верен тогда, когда мы имеем дело с невпитывающими поверхностями, основаниями дела. Как правило, это чаще всего относится к автомалярке, когда у нас шпаклевки двухкомпонентные, и там ничто не впитывает, и материалы там далеко не на водной основе, и так далее, и тому подобное. И там в этой сфере, да, тряпочкой протер, обдул, избавился от пыли, и это очень важно. То есть там действительно обеспыливание, и там, в принципе, примитивно к этой сфере мы можем говорить, что можно обеспылить разными способами. В нашем случае в отделке это не совсем единственная сфера применения грунта. Идем дальше. Следующий, как бы, момент, третий, да, это один грунт на все случаи жизни. То есть подрядчик, мастер, заказчик считает, что вот он взял грунт, это хороший производитель, и он его начинает лить под все. Под штукатурку, под шпаклевку, причем неважно, полимерную или минеральную, под краску, под обои и так далее, и тому подобное, да, не разбираясь вообще с тем, что, а может быть, он не под все одинаково подходит хорошо. Ну так, на секундочку. И этот тезис имеет место тоже, как бы, быть, он имеет широкое распространение, и, в принципе, он тоже является частью той вот неразберихи на рынке, которая существует. Четвертое. Маркетинг, все это. Тоже достаточно распространенный тезис, и, как бы, мы тоже с ним будем разбираться. Ничего не буду сейчас про него говорить. Мы просто с этим разберемся потом, когда мы по истечении вот этих видео разберем все темы по порядку, и мы вернемся и, скажем так, резюмируем все вот это и те пункты, которые, возможно, здесь добавятся. Пятый пункт. Чем гуще, тем лучше. Это относится в основном к тем грунтам, которые уже густые, да, то есть по своей консистенции, и их, ну, маляры как бы разбавляют для того, чтобы удешевить метр квадратный. Густой можно разбавить, густой можно разбавить. То есть это такой критерий оценки грунта, то есть его, скажем так, наполненности полимером. То есть если он густой, значит там очень много полимера. То есть это такой стереотип, и, соответственно, будем разбавлять. Тоже с этим термином разберемся, и я вам покажу, как можно загустить воду. Шестой. А вот там. И поскольку сейчас у нас цифровой такой мир, да, очень активно информацией обмениваемся, смотрим все инстаграм, смотрим всевозможные каналы и прочее, и мы начинаем смотреть, как там. Как там в Америке, как там в Новой Зеландии, как там в Австралии, как там в Европе и так далее и тому подобное. И мы смотрим, как там люди работают, и переносим эти стереотипы сюда сразу, без порой понимания того, что... А на чем люди там работают? На гипсокартоне или на штукатурке? А есть ли у них старые рыхлые основания? А что там за гипсокартон и что там за бумага? А какие требования к финишному покрытию и так далее и тому подобное? Нет, мы этого не смотрим. Мы просто говорим, а вот там, там такого нет. Поэтому и здесь, соответственно, тоже этого быть не может. Ну, в общем, есть такой как бы механистический перенос без оценки особенностей работы там. Условно говоря, там назовем. Разберем. Седьмой. Нет грунтов глубокого проникновения, ребята. Это все, опять же, маркетинг. Это нам навязывают. На самом деле, производители тоже подогревают этот тезис, тезис, называя грунты универсальными глубокого проникновения. Сам по себе тезис очень такой интересный и отчасти взаимоисключающий. Мы это разберем дальше. Я объясню, почему. Когда мы будем разбирать функции грунтов, какие грунты для чего нужны, мы, естественно, придем к выводу, что ну как так универсальный. Все-таки грунты, они имеют свою специализацию. И вот с этим термином мы тоже будем разбираться на примерах. Посмотрим, правда или это, или нет. Ну, я думаю, что будет интересно. Это то, что есть сейчас на рынке. То, что, допустим, я чаще всего слышал. Если у вас есть что добавить, пишите. Будем добавлять. И, как я уже сказал, в конце этого цикла видео мы вернемся к этим тезисам, и мы их пропишем заново. И на основе той информации, которую мы получили, мы эти тезисы уже разберем предметно, основываясь на тех опытах, фактах, суждениях, которые мы разберем в течение вот этих вот ближайших видео. Давайте начинать и разберем первый тезис. Все грунты одинаковые. Ну что ж, давайте начнем с того, что разберем первый тезис про то, что все грунты одинаковые. Перед тем, как проводить некий вот такой опыт, да, показательный, я хочу затронуть такую тему. Я думаю, все сталкивались с тем, что на рынке есть полимеры, они разные. И сейчас я приведу два примера, очень таких ярких. Это силикон и акрил в виде герметика. Я думаю, все пользовались и тем, и тем, и знают одну простую вещь, что акрилы с акрилами в принципе совместимы. Мы можем использовать акриловый герметик по акрилу, и там все прекрасно склеивается, и адгезия есть. И в то же время все, думаю, сталкивались с тем, что если мы используем акриловый герметик по силиконовому и наоборот, то вряд ли что-то хорошее у нас получится. Скорее всего, будет рассвоение. Вот это уже тот пример, что не все полимеры одинаковы. Это так для себя, чтобы понимание было. Что такое полимер? Полимер, полимер это некая такая субстанция, которую получают в результате определенного синтеза, в том числе тех же нефтепродуктов, еще чего-то. Имеет формулу, то есть все это органическая химия, имеет определенные формулы, сложные, не очень. И если кто помнит органическую химию, то там очень интересная есть такая штука, что в принципе все продукты, они состоят буквально из трех вещей. Это углерод, кислород и вода. И вся органическая химия на 99,9% состоит именно из трех компонентов. Но все свойства продукта коренным образом зависят не от состава, а от того, как эти элементы расположены относительно друг друга и какую они образуют пространственную фигуру. Вот такая интересная зависимость. Это отдельная область химии, если кто помнит. То есть ей посвящен целый год химии в школе и так далее и тому подобное. Так вот, с точки зрения состава, да, все говорят, одинаковые. С точки зрения свойств, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. И вот, допустим, тот пример с акрилом и силиконом уже можно положить где-то себе в память и поставить галочку, памятку, что мы к этому вопросу вернемся. Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас с помощью вот такого шприца, просто миллилитрового, налью три по миллилитру, три разные грунта, три разные полимера. Это все топовые продукты, они есть на рынке. Я не буду называть их имен. То есть вы сами можете, в принципе, проверить этот несложный тест, провести дома. Выливать я их буду на невпитывающее основание. У меня стекло. Я на этом стекле сделаю три такие, три участка, на которые налью полимеры. И после полного высыхания мы проведем некий такой экспресс-обзор свойств технических, механических даже так назовем, механических свойств этих полимеров. И разберем тезис о том, что одинаковые ли грунты. И начнем. Обозначаем три участка. Первый полимер, второй и третий. Выливаем и смотрим, что у нас получится. Итак, полимер номер один. Один миллилитр. Хорошо. Есть. Все я полимеры предварительно взболтал, чтобы у нас не было какого-то сухого остатка, еще чего-то. И, соответственно, все они у нас равны. Так, второй. Второй. Поехали. Вот мы уже видим, что, в принципе, есть уже некая разница, хотя бы цветовая. Ну, это, кстати, ни о чем не говорит. Цвет можно поменять у любого грунта. Так, третий продукт. Все. Теперь ждем полного сыхания и проводим анализ наших грунтов. Посмотрим, что получится. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас грунты высохли, да? Видим, что первый у нас вообще коробом стал. Второй, вот он у нас пленочку образовал. И вот он, третий у нас тоже. Тоже, 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 тоже у нас такая некая пленка. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть эти материалы на сопротивление механическому воздействию. То есть, видим, да? Первый продукт, он просто... Он прочный, он хороший, но он хрупкий. Смотрим второй продукт. Очень хорошо прилипшая пленка. Как вы видите, она даже под маркер затекла. Какой очень хороший полиэтилен. Видите, да, какая тянется? Как тянется хорошо. Так, смотрим, третий продукт. Третий продукт у нас по ощущениям, что-то среднее между первым и вторым. Он какой-то рыхлый, рыхлый, сыпучий такой. То есть, он вязкий, очень-очень липкий. Он липкий. Прям вот, смотрите, видите, он прям вот липкий такой шарик. Такое чувство, он еще не высох мне прямо. Пальцы липкие, сутки прошли, он не до конца высох. Это вот в первом приближении, что у нас получилось. То есть, первый не прилип, вообще не прихватился к основанию. Второй неплохо держался на поверхности и при этом имеет... Он сухой, он не липкий, он эластичный. Он как полиэтилен такой, знаете, вот пленка, хорошая пленка. Третий, что-то среднее. Ну что ж, мы посмотрели некие результаты экспресс-теста по свойствам полимеров. И, как вы видели, в принципе, наглядно видно, что во всех трех грунтах разный по свойствам полимерная база. Первый у нас был очень хрупкий. Второй был очень эластичный. И третий был что-то среднее между первым и вторым. Более того, у меня, к сожалению, сохранилось видео, но я делал еще один тест. Это то, как сохнут грунты при температуре плюс 5 градусов. То есть, я делал это в холодном помещении. И за сутки первый и второй полимеры высохли, а третий не высох. То есть, он остался таким липким, полностью какой-то непонятный. По нему видно, что им пользоваться в помещениях, допустим, с температурой ниже 20 градусов будет затруднительно. Почему? Потому что вы загрунтовали, вам надо работать дальше. И вы не можете этого сделать по той простой причине, что грунт еще не просох. Он не просох, он не сформировал вот эту вот пленку. И, соответственно, это вам мешает проводить дальнейшие работы. Этот вопрос мы будем разбирать, вот этот пленкообразование в следующих видео. Поэтому сейчас подробно на нем останавливаться не буду. Давайте чуть-чуть остановимся на технических свойствах полимеров. Опять же, в следующих видео я буду их разбирать. Но сейчас коротко. Первый полимер жесткий, он хорошо подходит под, допустим, на мой взгляд, производство лаков, производство, допустим, каких-то шпаклевок финишных, еще чего-то. Почему? Потому что из моей практики я знаю, что такие полимеры, они очень хорошо шкурятся. Они хорошо шкурятся, они не вязкие, они не забивают наждачку, допустим. И они равномерно, аккуратненько вышкуриваются. А вот второй тип полимера, допустим, если я на него, ну, начну, допустим, шлифовать, у меня наждачка, она, вот знаете, как вот мы резину шлифуем, и у нас наждачка не работает. Она забивается вот этой вязкой вот этой вот субстанцией, и она перестает работать, она как бы обволакивается. Все вот эти абразивные щечки, они обволакиваются полимером. Вот здесь произойдет то же самое. Третий полимер, он для меня вообще непонятен, потому что, а, он не работает при температурах адекватно ниже 10 градусов, б, он не обладает, на мой взгляд, достаточной эластичностью, чтобы быть грунтом, как бы он что-то такое непонятное, то есть, да, хотя это, в принципе, говорю, как я уже сказал, все три это топовый продукт, который вы можете встретить на полках. Вы сами можете это сделать, тест дома, и сделать для себя определенные выводы. Так вот, возвращаясь к первому, допустим, полимеру, я не вижу его как грунт, по одной простой причине. Он хрупкий. А что значит грунт хрупкий? Хрупкий грунт, мы, допустим, накатали его на стену, и представьте такую ситуацию. Стена начинает нагреваться или сжиматься, или еще что-то. То есть, она постоянно ходит, она постоянно находится в состоянии подвижности. Так вот, жесткий грунт, он начнет давать микротрещины. На самом деле, я делал этот тест, я уже их видел, эти микротрещины, просто вот на стекле, как бы, недостаточно удерживающей способности, чтобы, когда он начинает стягиваться, он потрескался. То есть, он просто у меня отслоился коробом, и все. Но если бы основание было достаточно, скажем так, абразивным, то есть, не абразивным, оно было достаточно шероховатым, да, после абразива, и грунт мог чуть-чуть зацепиться, то мы бы увидели, что он потрескался. Такой некий эффект кракелюра. То есть, полимер начинает высыхать, стягиваться, и он начинает трескаться, то есть, дает усадку. Так вот, на стене произойдет то же самое. И произойдет он на таком уровне, что мы даже глазом это не увидим. То есть, там где-то в порах, между частицами, он даст микротрещинки. Что нам эти микротрещинки дадут? Они просто дадут уход воды. То есть, вода будет через эти микротрещины проходить в основании. Стена может быть полиэтиленовой, то есть, она может быть визуально прямо стеклянная стоять. Но при этом полимер не даст влагопреграды. То есть, вода будет уходить за вот эти трещинки. То есть, на мой взгляд, это грунт, скажем, не подходящий для той же отделки. То есть, это может быть неплохой грунт для каких-то жестких оснований, для каких-то там, я даже не знаю для чего, но может быть где-то даже по дереву как-то там, в виде какого-то, может быть, пропитки, еще чего-то. Но в интерьере явно будут проблемы, особенно в тех климатических зонах, где, как на юге, идет очень сильный перепад, стены нагреваются летом до 30 градусов. То есть, от 0 до 30, да, допустим, может быть, в помещении, там, от 10 градусов до 30 градусов. То есть, вот когда отделка идет, батареи притушили, стены сделали при плюс 10, а закончили отделку при плюс 30. То есть, в этот момент у нас уже все стены могут быть в мелкую трещину, да, которая не видна глазу и которая позволяет проходить в воде через нее. Вот такой вот экспресс-анализ. На этом первый опыт, я думаю, надо остановить. Дальше мы еще будем делать некие тесты, опыты в следующих видео и будем потихонечку разбирать вот эту тему. Но сегодня вот именно этим опытом я хотел показать, что все-таки полимеры разные. И они имеют разные свойства. И для нас очень важно понимать, что у нас там в банке. Потому что вот от этого всего в сумме зависит итог нашей всей отделки, нашей всей вот этой вот деятельности и того финиша, за который мы, в конце концов, получим свои деньги. Давайте двигаться дальше. Ну что ж, мы посмотрели опыт касательно того, что материалы, полимеры с виду одинаковые имеют все-таки различия в своих технических характеристиках. И теперь я хочу рассмотреть эту тему еще с одной стороны. А именно с той точки зрения, что есть грунты, которые производят производители лакокрасочных материалов, краски всевозможные, да, там лаки. Есть грунты, которые производят производители шпаклевок, причем шпаклевок как полимерных готовых, так и на минеральной основе гипсово-лицементной. Вот. И, соответственно, и штукатурок. Штукатурок, наливных полов и так далее. И сейчас я хотел бы некий такой разобрать механизм, механизм адгезии, который существует у полимерных материалов и который существует у минеральных продуктов. Как выглядит адгезия полимерных продуктов между собой? По большому счету это очень похоже на липучку. Липучку, которая у нас, да вот на штанах, допустим, да, там есть какая-то липучка, такая пушистая основа, и за нее цепляются крючки. Вот полимерка за полимеркой цепляется примерно похожим образом. Одна мембрана, прорастая в другую мембрану, туда пускают свои корешки, там как-то цепляются и все. И вот у нас, допустим, краска прилипла к грунту, да, или к шпаклевке полимерной. Если же мы говорим о минеральных продуктах, то тут надо неким образом визуализировать, как происходит процесс, скажем так, процесс прихватывания, что ли, да, вот этого как раз вот создание некого вот этого адгезионной связи с поверхностью. Есть, условно назовем его механический процесс. Это когда у нас есть некая поверхность с какими-то там неровностями, вот, и туда просто наш материал, там тот же, допустим, гипсовая штукатурка, она просто, вот она там в виде частичек заходит, и она вроде как там остается. Особенно если у нас есть некие отрицательные углы, что бывает, то вот мы и получили некую такой пазл-сцепку, да. Продукт зашел и прихватился. Это как бы, назовем это механической адгезией первичной, да, или там, ну, базовой. То есть все, материал туда зашел и все. Все, это все хорошо, но давайте теперь посмотрим на процесс с точки зрения некой такой химической адгезии долговременной. Как это выглядит? Мы знаем, что гипс и цемент, они в процессе реакции гидротации присоединяют воду. Что гипс, что цемент. Итак, что такое, допустим, гипс у нас, да, это формула сульфата кальция, то есть представимого в виде вот такого вот шарика, который присоединяет к себе двуводный гипс в две молекулы воды, образуя жесткие связи. Вот это в сумме и есть формула двуводного гипса. То есть все это в кристаллическую решетку превращается и создает некий такой объемный жесткий продукт, который мы знаем под названием гипса. То же самое примерно происходит в цементе, то есть там в процессе реакции гидротации цементная вяжущая присоединяет к себе воду и выстраивает кристаллическую решетку. Как мы помним из второго видео, я рассказывал о том, что при кристаллизации, в процессе кристаллизации выстраивания кристаллической решетки гипс при этом расширяется, как вода, которая при замерзании расширяется, а при, скажем, жидкой фазе имеет меньший объем. А цемент, наоборот, он сжимается, то есть присоединяя к себе воду, он сжимается и, наоборот, дает усадочные процессы, которые в том числе выражаются в виде усадочных трещин на цементных составах. Итак, переходим к гипсу. Что у нас происходит? Представьте себе такой вот образ. Вот у нас есть поверхность, которая на микроуровне имеет некие такие вот поры. То есть они небольшие, туда заходит вода, и эти поры буквально там, они очень мелкие, десятки, сотни микрон. И вот смотрите, у нас вот здесь, как мы уже рисовали, допустим, заходит водичка. Вот она зашла сюда, допустим, вот такой вот шарик. Зашел вот сюда, вот этот шарик. Когда химия, которая не позволяет нашему сульфату кальция до поры до времени присоединить к себе воду, перестает работать, то есть те самые замедлители схватывания, пластификаторы, они перестают работать. Все, там 30, 40, 60 минут, 120 минут, там в зависимости от своей смеси, да, они перестают работать. И начинается реакция схватывания. Что во время этой реакции происходит? Во время этой реакции происходит, что гипс, подобно неодимовому магниту, начинает искать железные шарики воды. То есть вот такой вот образ нарисую. Сульфат кальция подобен неодимовому магниту, а шарики воды, подобные, вот эти молекулы воды, подобны железным шарикам. Что происходит? Он раз, нашел их и натянул на себя. Понимаете, да? То есть молекулы воды, они в основании. А сульфат кальция, он как бы снаружи, да? И он раз, и к ним прихватывается. И все, и он прилип. То есть это химическая адгезия произошла такая. Это такой вот общий образ, да? А теперь давайте посмотрим на него с точки зрения грунта. Представьте, что у вас есть некая поверхность. Ну, условно говоря, опять нарисуем вот так вот черным цветом, да? То есть есть некая поверхность, которую вы насмерть закрыли грунтом. Вот, то есть я вот так вот синенько, да, я вот так рисую. Все, есть вот такой вот грунт. Там внутри есть какие-то, конечно, поры. То есть мы их так условно обозначим, что они там есть. Но мы просто создали некую такую, знаете, полиэтиленовую пленку на поверхности. Что происходит? У нас есть тот самый, тот самый, ах, не тот цвет выбрал, ну ладно. У нас есть тот самый сульфат кальция. Вот он красный. И есть те самые две молекулы воды. И вот в результате реакции происходит установление вот этой вот связи, да? Раз, раз. И у нас образовалась молекула двуводного гипса. А теперь смотрите внимательно, где она образовалась. Она образовалась с этой стороны поверхности. То есть она лежит на вот этом вот созданном нами полиэтилене. Согласны? Не может такое быть? Легко. Особенно те, кто сталкивался с тем, что, допустим, на стыках гипсокартона выпадает там рекомендованный вроде бы как унифлот. Тот, я думаю, с этим эффектом сталкивался. Причем в большинстве случаев, когда вот тот самый унифлот выпадает с заводского шва, я наблюдал перегрунтование, которое видно невооруженным глазом. То есть это пленка, стык ламинирован, по сути, грунтом. Что произошло? Материал не смог поймать воду, гипс не смог поймать воду с той стороны мембраны, в бумаге, в гипсе, в конце концов, да? Если мы говорим про торцевую кромку. То есть он остался с этой стороны весь. И, соответствующим образом, при каких-то деформациях температурных, механистических и так далее, он просто, ему не за что держаться, он слетает с этой поверхности, как гипс того же полиэтилена. То есть держится до поры до времени, пока не дана нагрузка. То же самое происходит с цементом. Если мы здесь приведем, допустим, рядышком, да, вот такой вот случай, что... А вот у нас рядышком поверхность, которая, допустим, была загрунтована условно правильным грунтом. Что дает этот грунт? Этот грунт, он мембранный, он мембранный, который позволяет нам, то есть он вот такой вот, то есть он позволяет воде проникать в основание, в основание, да, вот у нас там опять эти синие шарики воды, они оказались здесь, но он замедляет потерю смесью, ну, потерю влаги из смеси. То есть очень важно, чтобы осталась вода в составе, в данном случае, гипса, да, мы рассматриваем, то есть который он должен к себе присоединить и выставить ту самую кристаллическую решетку. То есть его, с одной стороны, надо чуть-чуть воду сюда пустить, с другой стороны, нужно, чтобы воды много туда не ушло. Понимаете, да, нужно создать некую мембрану, которая препятствует массовому оттоку воды, но при этом пропускает воду на ту сторону в необходимом количестве. Так вот, и вот смотрите, что получается. А вот здесь у нас, как я уже рисовал ранее, вот у нас сульфат кальция. И вот он выстраивает свои связи. Раз, раз. И он зацепился за поверхность с той стороны. Я это нарисовал очень примитивно, очень примитивно. А теперь представьте, как это может быть в реальности. Допустим, вот у нас есть вот такая вот… Нет, давайте сначала. Давайте сделаем вот так. У нас есть некая, скажем так, в разрезе пора, да, поры. То есть мы одну прям нарисуем вот так вот глобально, в материале. Сюда зашел грунт. Зашел грунт, но при этом он зашел, вот представьте, не в один вот так вот слой, как я рисую, а он имеет структуру, похожую на многослойную поверхность. То есть если мы стеклохолст возьмем паутинку и много-много слоев вот такую вату создадим, такую ватную подушку, представьте, да. И вот здесь происходит то же самое. То есть они вот так вот взаимно перекрывают друг друга. Там несколько слоев. То есть вот так вот грунт зашел, да. Но он пористый. Он создал такую объемную решетку, знаете, как пух тополинный. То есть он такой вот весь вроде как бы на виду плотный, а в реальности имеет очень много пустот. И вот смотрите, что происходит дальше. А дальше происходит следующее. Сюда проникают вот в эти все глубины. А, и более того, да-да-да-да-да. У нас здесь вот эта вся структура, она еще у нас и имеет, скажем так, крупные поры, еще имеет такие внутренние поднутрения. Может такое быть? Да запросто. Вот. И у нас происходит такая вещь, что... Я уж не говорю о том, что есть, допустим, прям целые капиллярные дорожки. У нас происходит такая вещь, что вот эти шарики воды, они проникают вот аж сюда. Аж сюда. Вот тут, да, вот они все. Они вот здесь, они вот здесь, они вот здесь. То есть я так сильно расписывать не буду, принцип понятен, да? Но решетка, вот эта мембрана, она может быть отрегулирована таким образом, что вот этот сульфат кальция, он тоже может быть здесь. И вот здесь оказаться. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, понимаете? То есть он как бы прорастает в эту мембрану. И когда происходит у нас та самая наша знаменитая реакция схватывания, он начинает ловить вот эту вот воду. Здесь, здесь, здесь. И выстраивает кристаллическую решетку, которая прорастает через мембрану в основании. Вот это та самая долговременная связь, которая работает, и при которой, допустим, на тестах, которые я видел своими глазами на заводе, когда там пытаются оторвать, допустим, очень прочный материал, там типа там, ну, я видел Perlfix, допустим, трибон, который был сделан на загрунтованный кусочек, допустим, плитки тротуарной. Ну, понятно, что там плитка не самого там крутого качества, но разрыв происходил, адгезиометром, когда рвали, разрыв происходил или по материалу, или вырывали с мясом кусок вот этой самой тротуарной плитки, глянцевой, которая была практически глянцевой на поверхности, понимаете? Вот это адгезионный хороший мост, который я здесь схематически изобразил, и как это все работает, то есть, понимаете, туда материал прорастает. Это принцип работы минеральных составов. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы работаем с материалом, точнее, с грунтом, который создан под лакокраску. Тут, в принципе, похожая структура, то есть есть у нас, допустим, некое основание, которое мы вот таким вот образом, да, оформляем. И дальше мы на нем создаем вот эту, допустим, вот решеточку, да, вот эту вот решеточку, которую я уже сказал, мембрану грунта. Мембрану грунта, которая вот, она вот такая вот вся вот объемная опять, похожая, то есть она может быть, я условно, да, привел пример стеклохолста. Она может быть как мешковина, допустим, для мешков, для мусора, то есть с виду плотная, но тем не менее проницаемая. Она может быть с такой точечной-точечной перфорацией, да, микроперфорацией, то есть там буквально молекула воды может туда проходить и все. Не суть, да, то есть я примерно образ, да. И вот смотрите, что происходит дальше. Мы, это грунт, синий это грунт, тут основание. Каким-то образом все это дело зацепилось, допустим, в какие-то поры, да, вот так вот оно зашло. Грунт у нас зацепился в поры. И дальше мы наносим краску. Что происходит с краской? Краска, она, допустим, имеет такую консистенцию, что она вот как бы так раз, раз, вот так вот, раз и зацепилась. Понимаете? То есть она вот подвижная. То есть она входит в эти поры, то есть она достаточно подвижная, имеет соответствующие размеры, она туда вот прямо вот цепляется. И происходит вот эта самая адгезия по принципу, ну, условно ее назовем, очень условно липучки. Как вот я на привел пример липучка на кармане, да, то есть у нас поверхность такая позволяет как будто крючкам зацепиться. То есть это полимерная, да, у нас работа, работа полимеров. Что у нас теперь, давайте просто подумаем о том, произойдет, если мы будем использовать грунт, который создатель, допустим, лакокрасочных продуктов, создал под свои задачи, под свои продукты и выпустил на рынок. Во-первых, надо понимать, что все тесты проводятся по четким регламентам этих производителей исключительно для проверки совместимости своей линейки. И если у нас вот эта мембрана, то есть вы, допустим, взяли какой-то условный грунт, вы его попробовали, у вас все получилось, все хорошо, вы сделали выводы, что он вам подходит. С чем вы можете столкнуться? Надо понимать, что каждый производитель все время производит некую модификацию своих продуктов. Постоянно. Он удешевляет. Вот вы не поверите, но все хотят заработать денег, и естественным образом, производители таким же образом ищут все новые и новые и новые модификации полимеров, более дешевые, более действенные для того, чтобы удешевить свой продукт. Они удешевляют, работают, проверяют совместимость, и проверяют совместимость, как ни парадоксально, только своих продуктов. И если вы берете грунт для лакокраски и применяете его под штукатурку, у вас все хорошо получается, то вы должны понимать, что в какой-то момент модификация может достичь такого уровня, или такого порога, или таких изменений, что он вдруг перестанет работать у вас, в вашем случае, под штукатурку. Вот 5 лет работал, на 6-й год пришла новая цистерна, новая модификация, вы берете тот же самый проверенный, как вам кажется, грунт, а он другой. Вы, естественно, расстроенных чувств предъявляете производителю, вот столько лет работал, а сейчас как бы вот не получилось, и он вам вполне резонно отвечает, а у нас все хорошо. Мы его производили под свои задачи. Мы его производили под свои задачи. И у нас все хорошо. А то, что вы экспериментируете, вы экспериментируете в свои деньги и под свои какие-то там надуманные, может быть, решения. Вот это очень важно понимать. Поэтому на вопрос, какой грунт применять, я всегда даю однозначный ответ. Тот грунт, который рекомендует производитель материалов под свои составы. То есть, если производитель говорит, ну да, можете попробовать мой грунт там поверх моих материалов, там под обои, под окраску и прочее, да, там в случае, допустим, с разными большими компаниями, которые производят минералку, то это, ну, это уже доля эксперимента. Но вот за что производитель действительно отвечает, так это за то, что его материал должен прилипнуть на его грунт. То есть, создать вот эту долговременную адгезию. Это очень важный момент. Вот очень важный момент. Поэтому какой использовать тот, который рекомендован производителем? Тогда вы получаете систему, которая постоянно перепроверяется, постоянно тестируется, постоянно, то есть, есть гарантия совместимости. Это очень важный момент. То есть, и вот сейчас мы к вопросу о том, все ли грунты одинаковые, я думаю, что вот из того, что я показал, я думаю, должно нарисоваться уже некий образ того, что, а может и не получится. А может и не получится. И я наблюдал такие случаи, когда не получается. Вот раз и не получилось. Представляете? Есть еще особенности применения грунтов, мы о них поговорим дальше. Но сейчас я хотел бы сделать акцент на том, что экспериментировать с грунтами разных производителей, особенно брать грунт из лакокраски и приносить его в грунт для, скажем, штукатурки, это немного разные вещи. Дальше мы пойдем рассматривать назначение грунтов, и мы будем в том числе обращаться к своду правил, и просматривая все эти моменты, мы определим, какие грунты для чего нужны, как они работают, действительно ли они работают, и потом, как я уже сказал, мы вернемся к списку наших тезисов и разберем все это по пунктам. Двигаемся дальше.